РАКЕТЛОН РАКЕТЛОН Рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале интернет-магазина «Ракетлон». Сегодня я расскажу о новой ракетке «Блэд-98» версии 8, струнная формула 16х19, вес 305 грамм. Эта версия в прошлом году, и в позапрошлом, выглядела вот так, называлась версия 7 «Блэд». В этом году есть два варианта, но основная версия «Вилсон Блэд-98» 16х19, версия 8. Она вот в таком очень интересном цвете. Цвет меняет в зависимости от освещения, от угла зрения. Вот цвет на какой-то зеленый, на золотой, на коричневый. Ракетка так очень богато смотрится, красиво. И также есть еще косметика одна. Она называется «Вилсон Блэд-98», тоже версия 16х19, US Open. Это версия, вот если вы посмотрите, очень красивая здесь, ну какой-то, я бы сказал, рисунок ночного Нью-Йорка, если внимательно посмотреть на нее. Эта серия лимитированная, их выпущено немного, она стоит немножко дороже. Такие ракетки пользуются спросом не у профессиональных игроков, часто тренеры, которые играют этими ракетками, любят купить такую эксклюзивную серию, ну чтобы как-то немножко козырнуть ей перед учениками, ну и вообще, чтобы отличать от других. Ну просто любят что-то красивое, но к чему они привыкли. Лимитированную серию, также ее часто покупают на подарки тем игрокам, которые давно играют Блэдом предыдущих серий. И как-то вот просто купить версию 8 скучновато, а вот серия Нью-Йорк будет интересна. Итак, вернемся к основной версии. Версии Блэд 98.16.19, версия 8. Я сравнил эту ракетку с предыдущей версией, геометрия вся та же самая, протектор одинаковый, нижняя часть протектора и бургасителя тоже одинаковая, дырки одинаковые, все то же самое. Ну вот, как мы видим, здесь написано, вот в этой части, вот, 45, здесь применена новая технология укладки волокон графита и базальта под 45 градусов. Эта технология добавляет стабильности в ободе этой ракетки, обод становится более стабильным, особенно на скручивании, и ракетка, ну, скажем так, более точная. Дело в том, что версия 16.19 – это ракетка, которая дает очень сильное вращение, в отличие от версии 18.20. Я вам скажу по опыту продаж последних двух лет, если, ну, скажем, 4-5 лет назад. Эти версии давно идут, было 98 в 35 грамм, 18 на 20, 16 на 19. Ну, пропорции примерно так были, вот, ну, лет, наверное, 8 назад, наверное, 4 к 1. Четыре ракетки продавались 18 на 20, одна продавалась 16 на 19. Ну, потом 1 к 3 была версия. Так вот, за последние два года, наверное, за последний год, версия 16 на 19, вот эта, практически вровень идет по продажам с версии 18 на 20. Многие игроки оценили возможность вращать. Я думаю, еще это связано с тем, что качество струн улучшается. Ну, если раньше большинство, если хотели долговечные струны, брали Люксилон. Но Люксилон, как мы знаем, сейчас уже бобина стоит по 18-20 тысяч, ну, по крайней мере, у нас в магазине. Ну, если они настоящие, не какая-нибудь там с Алиэкспресс подделка за 2 тысячи, да. Настоящие струны Люксилон строит. И, кстати, чтобы напомнить вам, Люксилон настоящий, имеет маркировку на бобине, и на каждой струны имеет точно такой же номер на струне. То есть, это, знаете, как деньги уже маркируются, чтобы нельзя было подделать. Вот. И, ну, Люксилон дороговат. Ну, появились другие струны, других фирм, моно-струны, которые дают возможность играть 16 на 19 толщиной 1,25, добиваться сильного вращения, но при этом эта струна держит, не разбалтывается и там не рвется. Иногда даже игроки меняют струны не потому, что они порвались, а просто начинают болтаться по ракетке. И вот, ну, конечно, профессионал, какой-нибудь игрок под 2 метра здоровая ось, профессиональный, конечно, 16 на 19 ему трудно будет эту струну длительное время поддерживать в хорошем состоянии. Но вот для даже сильных любителей, таких профи, которые играют аккуратно, как-то бьют с сильным вращением, но при этом технично довольно это делают, вот эта версия 16 на 19 стала подходить. То есть 50 на 50. Если раньше был 1 к 3, 1 к 4, сейчас 50 на 50 берут. И надо сказать, что те игроки, которые выбирают эту ракету, профессиональные, они тоже как-то вдохновляют на то, чтобы выбрать ее. Это и Эмма Радукану, последняя чемпионка, и Эсопен, вот, румынская юная звезда. И Симона Халип много лет играет. Она играла одно время, была 98С, но перешла на бой 98, 16 на 19. Елена Светольна играет этой ракеткой. Но и не только женщины, и, например, Алекс Деминор, тоже испанский теннисист, играет этой ракеткой. То есть те игроки, которые любят, например, грунт мужчины перекручивать, тоже выбирают эту ракетку. Ну, как я сказал, вот первая технология Фоти-Файв. Примерно в этой ракетке, в отличие от предыдущей версии, улучшается стабильность. То есть наряду с вращением, еще она очень точной становится. И также в колпаке новая технология. Она называется Daried Connection Technology. Когда колпак вот сейчас сделан по-другому. Но в том месте, где колпак встречается с ручкой, графит, как бы, делает такую ступеньку. И колпак опирается теперь на графит. И это соединение получается очень надежным и мощным. Ну, если еще сказать по толщине обода. Ну, он 21 во всех, 21 миллиметр во всех положениях. И здесь, и здесь, и здесь. Здесь мощность 61 единица. Ну, на Blade 18 на 20 60 единиц. Здесь 61. Ну, примерно, все то же самое. И в прошлом году Blade 1619 имел жесткость 62 единицы. Ну, все это в рамках погрешности. Примерно все то же самое. Как я уже говорил, краска очень красивая. Хамелеон. Ну, и эту ракетку, кроме профессионалов, но таких, которые любят вращение. Очень много сильных любителей выбирает эту ракетку. Она хорошо вращает, очень точная. Хороший вес 35 грамм. Голова 98. В общем, я эту ракетку очень рекомендую к покупке. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Репортаж вел для вас Окунев Олег. И до дальнейших обзоров и встреч. Спасибо. Продолжение следует...